Юбилейному фестивалю Январские музыкальные вечера быть. Традиционно в канун Рождества в городе над Бугом звучит высокая классическая музыка на протяжении четырех дней. С 9 по 12 января горожане и гости города смогут окунуться в красивый и мелодичный мир. Программа Январских музыкальных вечеров образца 2023 весьма разнообразная. Как всегда это заявлено, будут представлены новые лица, которые увидят как и наши жители города Бреста, так и гости, которые всегда приезжают и посещают данный фестиваль. Будет много нового. Зрители бесспорно порадуют разнообразный репертуар фестиваля. Январские музыкальные вечера объединяют разные культуры мира. Все ради одного – совместного наслаждения любимой классической музыкой. В юбилейном музыкальном форуме примут участие исполнители из десяти стран – Беларуси, Армении, Болгарии, Венгрии, Грузии, Италии, Китая, Россия, Сербии и Сирии. У нас будут участвовать три оркестра. Из них – самый большой оркестр академический, симфонический Республики Беларусь. Дирижер, народный артист Республики Беларусь Александр Анисимов. У нас будет еще замечательный оркестр, который один раз когда-то был, привозил оперу. Молодечинский. Тоже очень хороший коллектив. И там 80 чем-то человек. И в большом составе тоже около 90 человек. И потом будет еще оркестр народных инструментов нашего колледжа, музыкальных народных инструментов оркестр. Любители высокого искусства ждут вечер джазовой музыки и концерт московской оперетты, сольные выступления руководителя российской гильдии гитаристов Дмитрия Бородаева и уже полюбившегося брестской публики итальянского флейтиста Антонио Миндуни. Он, кстати, приедет на фестиваль уже в седьмой раз. Интересно то, что вот такой Миндуни, он когда узнал, что его приглашают, он не знал, как радоваться. Он уже несколько лет не приезжал и, понимаете, думает, что нельзя ехать. Идейный вдохновитель фестиваля Лилия Батарева также рассказала, что одной из особенностей этого года, возможно, станет благотворительный концерт для работников медицины, которые лечили пациентов с коронавирусной инфекцией.